И душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святой Его. Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие отцы, братья и сестры. На этой седмице мы праздноваем Субор Оптинских Старцев. Кто же были эти старцы и в какое время они жили? Они жили в конце XIX века и XX века. Их было всего 14. Первый из них был старец Лев, Макарий, Моисей, Антоний, Иларион, Амвросий, Анатолий Старший, Анатолий Младший, Исааки Старший, Исааки Младший. Кстати, Лев был первый из них. Он скончался в 1841 году. А последний старец был Исааки Младший. Он скончался в 1938 году. Оптяную пустыню называли часто русский Афон. Сначала, конечно, Оптяная пустынь, это в Калужской области, это был очень огромный монастырь, но впоследствии он оскудел. И почти не было даже монахов. Но потом стали развиваться, и было много, опять собралось много монашеств. И там Оптяная пустынь очень прославлялась старчеством, которые были. А что такое старец? Старец – это не значит, что должен быть старик. Это люди, которые в монастыре продаются особой жизни монашеской. Продаются особые молитвы, которые они постоянно повторяют в своих мыслях, когда не могут вслух, повторяют молитву, допустим, Иисусу молитву. Что люди слышали, когда приходили к ним? Они говорили им полностью о их жизни. Ну, а теперь я хочу рассказать один пример из моей жизни. Это было в 1966 году в Троице Сергеев-Лавра, тогда в городе Загорск, сейчас Сергеев-Пасад. Приехала туда схемонахиня по имени Ануфрия. Ей тогда было 125 лет. Она была такого невысокого роста, но так бегала, была такая живая, и все, что есть. И вот мне она рассказала такую историю о своей жизни. Она уже сама о себе говорит. Что когда она была молодая, царская власть за то, что она предсказывала, что придет революция, придет, значит, советская власть, за это отправили ее в Сибирь. В Сибири, как она мне говорила, ее кормили птицы и белые медведи. Когда пришла советская власть, ну, услышали ее, что она, ну, потом говорят, слушай, так она у нас говорит, почему, блядь, мы ее должны здесь держать. Отпустили ее. Она поехала, ну, в стране, и она остановилась жить в Одессе. Она получила там с помощью моряков небольшую квартиру, одну комнатную, и с ней еще одна монахиня была. И вот моряки всегда приходили, брали у нее благословение на отправке в плавание. Ну, решил и я к ней пойти. Пошел, и вот, матушка, а сколько будет эта власть продолжаться? А, она смеется, говорит, вот что захотел. Сколько власть будет продолжаться? Эта власть будет продолжаться, пока придет последний русский царь Михаил Мечен. Ну, так, матушка, так сейчас тут царей нету. Ну, какая разница, говорит, царь или генеральный секретарь, это не имеет значения. Вот, когда он придет, этот власть начнет разваливаться. Ну, вы знаете, я тоже, значит, как-то принял это, как-то, ну, что же это, старушка, что мало что говорит. И вот, действительно, вы знаете, когда я видел генерального секрета Михаила Сергеевича Горбачева, который, действительно, развалил Советский Союз, он Меченый. Вы знаете, это время пришло, и Советский Союз развалился. Поэтому вот оптинские старцы, они на самом деле были, потому что я встречал впоследствии даже тоже и в Средней Азии, ну, и в Москве встречал бывших духовных сыновей или дочерей оптинских старцев. Давайте мы обратимся к ним, чтобы они помолились, чтобы укрепил Господь нашу страну, укрепил каждого из нас с вами в молитве. Так что с праздником вас, с памятью старцев оптинских, и пусть благословение Господне будет над вами всегда, ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое.